МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Дина Наумова. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Присяга в торжественной обстановке. Новобранцы пополнили ряды сотрудников органов внутренних дел. Приоритет в газификации. По поручению президента в Магнитогорске, как в городе участники федерального проекта «Чистый воздух», начнется ускоренное подключение газа к домохозяйствам. 35 километров в 30-ти градусную жару. Видеоотчет о проведении седьмого веломарафона горной ущелья Ектыкуль через несколько минут. Сейчас об этих и других событиях более подробно. Планы грандиозные, позволила бы погода. В Магнитогорске полным ходом ведутся работы по ремонту подъездных дорог садовым товариществом. С начала строительного сезона большая часть запланированного уже воплощена в реальность. На днях обновленные дороги возле садов «Металлург-2» и «Цементник» оценили садоводы и глава города. Событие долгожданное. В принципе, у нас в Магнитогорске существует долгосрочная программа развития садоводства 2009 года. Каждые пять лет мы ее продлеваем. В этом году мы обратились к главе города с предложением программу развития 2020-2025 года посвятить только дорогам. Потому что последние несколько лет у нас только был ямочный ремонт, капитального ремонта, в сады не проводилась дорога. Львиная доля запланированных на этот год ремонтных работ уже позади. Асфальтовой крошкой отсыпаны дороги возле садов «Надежда», машиностроитель «Лакомка». Качественное асфальтовое покрытие появилось на подъездных дорогах к садам. Ремонтник, строитель 6,7, цементник и «Металлург-2». Как показала практика, такие перемены к лучшему даже сподвигли садоводов на дальнейшие преобразования. Шутка ли прежняя дорога возле «Металлурга-2» не видела ремонта 55 лет, а теперь и въезд в сад привели в соответствие. Председатели садоводы, поняв вот эту ситуацию, посмотрите, поменяли въезд, ворота, поставили шлагбаум, тоже скинули с деньгами. И вот этой дорогой пользуется не только сад «Металлург-4,5 тысячи» здесь садоводов, но и на той стороне сад «Строитель-1». В общем количестве здесь 10 тысяч 11 садоводческих участков. Оценить лично результат самых масштабных строительных работ на подъездных дорогах к садам прибыл глава города. Возле сада «Металлург-2» заасфальтирована площадь свыше 11 тысяч квадратных метров, возле цементника около 10 тысяч. Появилась разметка. Плохо было, когда дороги были в ямах или не было дорог, совсем направления были. Конечно, перевозчик просто нес огромные издержки, а это сказывается и на ритмичности графика, и вообще на количестве рейсов. Теперь, я думаю, мы решим все вопросы. Так что, я думаю, садоводы у нас сегодня должны быть довольны. От вас теперь одно больше урожая на рынке, и чтобы цена вот такая, и чтобы люди покупали все ваши излишки. Депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев тоже в стороне не остался. Видите, глава же полумерами не работает, он сразу делает, так делает, делает капитальный ремонт. Это называется средним ремонтом, который позволяет, вот такая дорога проследить минимум лет 10. Без ямочного ремонта. Проинспектировав новые дороги, Виталий Бахметьев остался доволен. Исходя из своего садоводческого опыта, отметил, по ровному асфальту урожай при транспортировке целее будет. Я в трех садах открылся. Мичурино три, Дружба и машиностроитель. Начиная с седьмого класса, у меня был в обязанностях прополоть полпая картошки. И мне всегда батя говорил так, отец мой, царство мой небесное. Ну что, сынок, лето пришло, вперед. На данный момент ремонтные работы идут на дороги, ведущие к товариществу «Богатый остров». В планах обратить пристальное внимание и на другие подъездные пути к садам. Мы поставили задачу, если погодные условия позволят, в этом году садоводам закрыть все вопросы по дорогам, по всем тем жалобам, которые мы собирали вот эти два-три года. Дина Наумова, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Магнитогорск попал в список городов, которые по поручению президента страны получат приоритет в газификации домохозяйств. Президент России Владимир Путин поручил Минэнерго вместе с «Газпромом» до 1 октября доложить об обеспечении приоритетной газификации домохозяйств в городах-участниках проекта «Чистый воздух», сообщается на сайте Кремля. Министерство энергетики России совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» с учетом ранее данного поручения о подводе газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах обеспечить в приоритетном порядке газификацию домохозяйств, расположенных в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух», говорится в перечне поручений. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» мероприятие по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха проводится в 12 городах. На Южном Урале в этом списке два крупнейших города – Челябинск и Магнитогорск. К другим темам. Как сделать среду доступной для человека с ограниченными возможностями здоровья, если он живет в многоквартирном доме, а также кто обязан содержать пандусы? Об этом и многом другом говорилось на встрече представителей общества инвалидов с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Виталием Бахметьевым. Участниками этого круглого стола стали представители общества инвалидов, соцзащиты и общественной палаты города. Поводов для этой встречи накопилось много, ведь уже давно назрел целый круг проблем, которые на местном уровне никак не решить. Например, как сделать среду доступной, если инвалид живет в квартире по соцнайму на третьем этаже в доме без лифта? Здесь мы сталкиваемся с тем, что необходимо признать жилье непригодным для проживания инвалидов. На сегодняшний день законодательно нигде не отражено механизм, как действовать, как признать жилье непригодным для инвалидов. Механизм для приобретения жилья для инвалидов, где признано жилье непригодным для него. Вот этого механизма законодательного нет. Немало проблем и у счастливчиков, живущих на первом этаже, которых муниципалитет обязан обеспечить подъемниками. Ведь кто будет обслуживать это имущество, в жилищном кодексе опять же не прописано. Не решен вопрос и с передвижением на общественном транспорте. По пандусам, установленным на низкопольных трамваях, заехать невозможно, нужен подъемник. Но даже если ты доехал до нужной организации, попасть туда не всегда возможно. На сегодняшний момент нет никакого контроля и надзора за соблюдением доступности для инвалидов всеми учреждениями муниципалитета. На сегодняшний момент никто не проверяет, не привлекает, например, руководителя, собственника, частника к тому, что он не занимается доступной средой. В его учреждение попасть инвалиду невозможно. По словам Виталия Бахметьева, с большинством из этих проблем он знаком и они действительно требуют пересмотра законодательства на федеральном уровне. Есть понимание аварийное жилье, есть понимание жилье для детей-сирот, а жилье для инвалидов такого понимания нет. А сегодня многих инвалидов надо расселять по той причине, что жилье не приспособлено для проживания инвалидов. А по каким критериям-то? В законе этого нет. Доступная среда есть, а вот жилье для инвалидов такого понятия нет. Поэтому нужно на федеральном уровне закрепить это в приличном кодексе, что такое жилье для инвалидов. Тогда администрация муниципалитета будет расселять этих людей согласно закону. Помогут решить часть проблемы и те серьезные средства, которые идут в рамках реализации федеральной программы «Доступная среда». Поэтому самое главное, по мнению Виталия Бахметьева, правильно определить болевые точки и обозначить весь круг нерешенных проблем, что можно сделать только благодаря глубокому мониторингу данной темы. В результате в течение месяца мы мониторинг наш продолжим. И в течение месяца мы подведем второе наше совещание, на котором уже непосредственно посмотрим результаты мониторинга, посмотрим, какие ошибки, какие действия мы не доделали, что мы сделали, почему. Потому что практика уже сейчас, та работа, которая проводится у нас, показывает, что финансирование идет обширное, но какие-то позиции имеют под собой недофинансирование, либо, допустим, неэффективное использование этих финансов, это расходование финансовых средств. В пути решения понятно, в пути решения понятно. Сейчас мы все отображаем на бумаге, мне расписано часть законодательства, да. Я начинаю думать, куда обратиться, с чем обратиться, с чего начать все эти вещи. Татьяна Артеменко, Виктор Исаев, телекомпания ТВН. Приемка школ к новому учебному году вышла на финишную прямую. На данный момент сдачу прошло уже 90% учебных учреждений, и абсолютно везде получена оценка «Отлично». Что сделать было непросто, ведь требования к помещениям образовательных учреждений с каждым годом становятся все жестче, и выполнять их все сложнее. Поэтому без консолидации усилий города и комбината не обошлось и в этот раз, что и помогло школам Магнитогорска достойно подготовиться к началу учебного года. Межведомственную комиссию школа номер 56 встретила похорошейшей. Здесь впервые за много десятилетия обновили все окна. Пластиковые стеклопакеты теперь не только в классах, но и в коридорах, актовом зале, туалетах и даже на лестничных маршах. Открыть их для проветривания теперь совсем несложно, что в условиях пандемии немаловажно. В школьные ремонты она внесла серьезные коррективы и солидные суммы, ведь в этом году на совершенствование условий для безопасного пребывания детей из бюджета города было выделено более 180 миллионов. Это огромные работы по замене окон в образовательных организациях. Это работы, которые связаны с реконструкцией ограждений школьных дворов. Это начались большие работы по замене асфальтового покрытия на школьных территориях. Сегодня мы говорим о выделении значительных сумм денег на проведение внутренних серьезных ремонтов, связанных с спортивными залами, пищеблоками образовательных организаций. В 56-й школе пищеблок не только отремонтирован, но и серьезно обновлен. Он теперь оснащен не только сверхтехнологичным жарочным шкафом, электрокотлом и тестомесом, но и новаторским пароконвектоматом. Пароконвектоматом готовим на нем выпечку также и котлетки паровые, то есть и запекание. Но это вот прям чудо техники. Это более полезное питание, это так как дети наоборот не пьют и как бы кушают, но вот нововведение их. Приучаем кушать полезную еду. В прошлом учебном году было организовано льготное питание для обучающихся начальных классов. Соответственно, чтобы льготное питание было качественным, полезным и вкусным, пищеблоки оснащены новым современным технологическим оборудованием. Основательно в новом учебном году подготовлены и кабинеты, которые впервые в этом году выкрашены в единую цветовую гамму. Такой корпоративный подход межведомственной комиссии пришелся по вкусу. У школы появился единый стиль. И, как выяснилось, без вмешательства шефов доминого и кислородного цеха ММК здесь не обошлось, которые постарались сделать все, чтобы школа выглядела достойно. Руководители шефских предприятий – люди деловые, люди ответственные, люди неравнодушные, поэтому они помогли нам с строительными материалами, ну и, конечно, предоставили рабочие руки, что немаловажно именно в ремонтной работе. Члены комиссии согласны. Благодаря таким помощникам школа помолодела буквально на глазах. Однако сегодня важен не только комфорт, но и безопасность пребывания. Поэтому на первом месте наличие рециркуляторов и антисептиков. Мы обращаем внимание на все то же, что и комиссия, только с глазами родителей. То есть, если мне что-то не нравится, то я задаю вопросы, спрашиваю, не соглашаюсь, и к нашему мнению прислушиваются. Что еще хочу сказать, чтобы родители не боялись, приводили детей из школы, школа безопасна, и мы будем учиться в очном режиме. Стоит сказать, что такое заявление совсем не голословно. В состав комиссии в этом году вошло не только управление образования, но и представители Роспотребнадзора, детских поликлиник, УВД и ГИБДД и Гурторга, которые подготовку школ к учебному году уже оценили на оценку «Отлично». С большой степенью вероятности можно сказать о том, что абсолютно все образовательные учреждения будут приняты к учебному году, и все они готовы к началу образовательного процесса. Татьяна Артеменко, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. К другим темам. 21 новобранец пополнил накануне ряды сотрудников органов внутренних дел Магнитогорска. В торжественной обстановке молодые полицейские приняли присягу на верность Российской Федерации и ее народу. Слова поздравлений для них произнесли руководители и ветераны службы. Подробнее о событии расскажет Евгения Солохудинова. До торжественного момента еще 10 минут, но они уже сосредоточены и серьезные приветственные слова руководителей, как знак «Все, наконец, начинается». Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Будущие служители правопорядка сегодня присягают на верность Отечеству в этом году. Пополнят ряды полицейских 21 новобранец, 13 юношей и 8 девушек. Я Зайцев Иван Сергеевич. Поступаю на службу в органы внутренних дел, торжественно присягая на верность Российской Федерации. Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника органов внутренних дел уважать и защищать права и свободы человека и гражданина. Случайных людей среди этих ребят нет. Кто-то принял решение пойти в органы внутренних дел в старших классах, а кто-то, как, например, Ольга Разина, мечтал об этом с детских лет. Дочка с детства мечтала работать в полиции. По стопам папы пошла. Папа у нас пенсионер МВД. Сегодня присяга у дочки. Я пришла поддержать ее. Я дистанционно училась в МИЭПе. Потом ушла в декрет. Потом, после декрета, пошла устраиваться в органы. Ольга Разина будет работать следователем, а братья-близнецы Павел и Николай Дюскины станут водителями полицейскими. Шутят, их будущее было предопределено. Родились ребята 2 сентября, в день патрульно-постовой службы. И тут же добавляют, если серьезно, то вдохновил их пример Крестного. Он у нас с опером работает, старшим лейтенантом. Вот с армии пришли, он говорит, а дайте я вас заберу себе. Вот сюда послали. Мы собрали документы, пришли в отдел кадров, нас вправили на медкомиссию Челябинск. Где-то за 15 дней все прошли и устроились. На самом деле не все так просто. Каждый из молодых полицейских прошел непростой отбор. Ряд всевозможных проверок. И вот лучшие из лучших стоят сегодня в этих рядах. С честью и гордостью призывали их нести профессиональный долг руководители и ветераны службы. Уверен, что этот день надолго останется в вашей памяти. И те слова, которые вы зачитали в тексте при стяге, не останутся просто словами, а будут для вас тем приоритетом служения российскому народу и государственности. Ура! 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 И только когда официальная часть была завершена, молодые полицейские позволили себе улыбнуться, сделать фото на память с родными и близкими, принять от них цветы и выслушать слова поздравлений. А уже спустя 10 минут каждый из ребят отправился на службу. Ведь даже праздник не повод забывать о делах. Евгения Солхудинова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Скорость, драйв и отличное настроение. В минувшие выходные на Банном прошел седьмой веломарафон в горное ущелье Ектыкуль. Желание проверить свои силы изъявило около ста участников из разных городов. Какую трассу подготовили велогонщикам, организаторы и кто финишировал первым. Расскажем в нашем сюжете. Седьмой горный веломарафон объединил около ста любителей двухколесного транспорта. В их числе Надежда Затонская из Магнитогорска. Женщина готовится к старту. Ей, как и многим другим участникам, предстоит проехать 35 километров. Впрочем, для Надежды это не предел. Ее личный рекорд – 250 километров за сутки. За золотой медалью Надежда не гонится. Говорит, этот веломарафон скорее тренировка. В ближайшие дни ее ждет серьезный старт, который состоится в Казахстане. Были другие мероприятия, связанные с велосипедом. Всегда, когда городские, принимала участие. Вообще, люблю велосипед, очень люблю велосипед. И поэтому по родным просторам прокатиться. Очень приятно в хорошей компании, с друзьями пообщаться. Ради участия в веломарафоне 340 километров проехал Максим Докучаев из Садки. В этих соревнованиях Максим участвует во второй раз. В прошлом году он попал в десятку сильнейших велогонщиков. Показать хороший результат намерен и в этот раз. В прошлом году здесь было очень мокро. Так скажем, здесь слили дожди, здесь были болота везде. Здесь тонули в горах. Я тонул даже в речках. Там двойная речка, она расходится. В этой речке я утонул прям, просто лег в ней. И пошел на второй круг. Очень тяжелая трасса, большие подъемы, серьезные. По питанию надо подготавливаться. В прошлом году я где-то на середине дистанции устал, заголодал. И на пункте питания остановился, отдохнул, поел и поехал дальше. И потихоньку силы восстановились. И я доехал эту дистанцию, хотя много человек сошли. Потому что реально в прошлом году здесь было очень тяжело. Перед началом соревнований каждый участник прошел регистрацию, технический контроль. До старта допустили лишь тех, у кого были шлем и исправный велосипед. Погода в этом году для велогонщиков выдалась жаркой. По прогнозам, температура воздуха будет свыше 30 градусов. Поэтому у каждого участника с собой должна быть фляга с водой. Это обязательное условие соревнований. Первыми стартовали более опытные участники. Для них организаторы подготовили трассу длиною 58 километров. Вслед за ними отправились велогонщики в категории фитнес. У них дистанция почти в два раза короче. Дистанция 58 километров в этом году, но вторая, самая сложная. Она начинается так же, вокруг озера проходит, едет по полю и потом уезжает на дальнюю часть в горы. То есть за горнолыжный центр Металлург, Магнитогорск, за Салаватские скалы. В дальней части даже связи нет. У нас там радиосвязь для контроля. И потом участники возвращаются сюда. То есть спускаются. Сначала они набирают высоту порядка тысячи метров, потом с этой высоты спускаются. На трассе организовали пункты с едой и водой. Желающие могли остановиться и утолить жажду. Офигенно, потому что первый раз еду в госгонку. Я помню, это уже чуть больше половины дистанции. Ощущение, когда ты в команде едешь, кто-то на тебя догоняет, ты кого-то догоняешь. И все время приходит, тебя накручивают, ты начинаешь накручивать, накручивать, накручивать. Думаешь, господи, я не планировал накручивать, думаю, сейчас прокачусь. Спустя около полутора часов определился первый победитель в категории фитнес. Финишную ленту пересек Роман Филимошин. Ему понадобился всего 1 час, 22 минуты и 17 секунд, чтобы преодолеть 35 километров. Все отлично, трасса классная, соперники хорошие. Среди женщин в категории фитнес быстрее всех оказалась Дина Шеймарданова из Магнитогорска. В категории про первым финишировал Павел Колобочкин из Набережных Челнов. Его время 3 часа 20 минут. Ольга Сухоплюева, Егор Суханов, телекомпания ТВИН.